Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас Эйвен Беспрекрас. Пустые баночки Эйвен и самые правдивые отзывы. Давайте начнем с детской серии. У меня закончились два продукта. Первый это у нас арбузный бум, два в одном детский шампунь и кондиционер без слез. Ну, вроде как и без слез, вроде как и шампунь неплохой. Не сказать, что кондиционер, волосы путались все равно. Поэтому, если вы ищете для ребенка, если у вас девочка, особенно какой-нибудь шампунь, который, ну, облегчал бы, скажем так, расчесывание. Нет, это просто обычный шампунь. Кондиционера здесь особенно я не увидела. И второй продукт это сладкие сны с ароматом лаванды, тоже без слез, детская пена для ванны. Вот так она выглядит. В обоих продуктах 250 миллилитров. Приятный такой запах, но он химозный. По мне это больше запах какого-то стирального порошка, если честно. Не знаю, мне больше как-то не хочется покупать детскую линейку именно в Эйвен, поэтому, скорее всего, я эти покупки не повторю. Вот такие две тканевые масочки. Здесь безумно много сыворотки. Первая это активная маска для лица, интенсивное увлажнение с гиалуроном, экстрактом цветка кактуса. Они у нас корейские вроде как, да, но пишут так. И вы знаете, понравились обе. Вторая у нас активная тканевая маска для лица, активное омоложение с экстрактом красного вина. Вот как они обе выглядят. Понравились. Они мне приходили, по-моему, какой-то как подарок. Я их, собственно говоря, не покупала специально. Но неплохие. Действительно, лицо после этих масок увлажненное, цвет выровнен. Никакой сильной особой липкости нет, не смывало. То есть она, естественно, почти после всех тканевых масок есть, но проходит быстро. Поэтому, да, понравились. Но дороже, чем за 100 рублей, я бы их, конечно, брать не стала. Будут где-нибудь на распродажах, повторю, обязательно. Поэтому маска с гранатом. Вот так она выглядит. Относительно такая недавняя новинка. Ну и что могу сказать. Это тоже у нас корейский уход. Не понравилось. Не понравилось, потому что на лице на моем ничего не делала. Легкое-легкое очищение, как завершающий этап вечернего ухода за лицом. Она просто застывает в корку. Причем быстро, через несколько минут. Постоянно ее либо размачивать, смывается трудно. Я сейчас не очень люблю такие продукты, которые прям застывают на лице в корку. Но это не айс. И моментально. То есть ее наносишь, не успеваешь выйти из ванны, и все у вас уже на лице корка. Поэтому, нет, не повторю, есть гораздо круче вайвен продукты, которые обладают классными очищающими свойствами. И не ведут себя так некрасиво на вашем лице. Заряд энергии. Сплэш-маска от ИНЮ. По поводу этой маски, я бы ее назвала скорее тонером. Очень много споров. Кто-то от нее в восторге, кому-то она вообще не нравится. Могу сказать так, что, допустим, если хотите брать этот продукт на лето, то он будет тяжеловат. Потому что, ну не знаю, придает коже сияние, но все равно ощущается, что вы какой-то продукт нанесли. Ватным диском нет смысла этот продукт абсолютно наносить. Либо переливаем его в бутылочку с дозатором-спреем, либо немножко выдавливаем на руки и распределяем по лицу. Как ночной уход. Я применяла эту сплэш-маску, а сейчас она у меня не закончилась. Я ее перелила в спрей с дозатором и разбавила немножко с тоником матирующим от Эйвен тоже. И тогда получается вот для меня самый оптимальный вариант, самый оптимальный результат. Поставила в холодильник и разбрызгиваю на лицо хоть несколько раз в день. Лицо освежает. Если применять как самостоятельный продукт, да, освежает, да, придает сияние такое по типу корейского. Слегка выравнивает тон лица. Оно получается как будто подсвеченное. Хороший продукт. Особенно могу посоветовать для сухой и возрастной кожи. Прямо вот будет здорово. Пробник смягчающего крема увлажняющего дневного с SPF 20. Здесь вообще линейка нутроэффект новинки. Это просто какой-то был шок для меня, потому что матирующий крем не матирует. Он ведет себя практически так же, как вот этот смягчающий на коже. Ложится жирной пленкой и абсолютно некомфортен. Он чувствуется на коже до тех пор, пока вы с нее его не смоете. То же самое у меня и с этим продуктом, но он еще жирней. На лето вообще, я не знаю, мне кажется, в Эйвен на лето не существует ни одного крема. По крайней мере, я пробовала многие, и они все чувствуются на коже. Я не люблю такие продукты. Здесь вот если сравнивать Эйвен и Фаберлик, Фаберлик крема все невесомые, они работают. А здесь ложатся пленка, и я не могу даже никак приспособиться, хотя ни один шанс давал этим кремам, они у меня сейчас стоят без дела. Вот этот крем кому могу порекомендовать? Возрастной и сушеной кожи. Вот это, да, может быть. Кожа склонная к шелушениям. Но и опять, не летом и не на день. На ночь, да, и то после такого крема можно проснуться с хорошими отеками на лице. Поэтому зимой в качестве дневного крема капельку или на ночь сухой кожи, да. Больше даже не знаю, кому он вообще может подойти, если честно. Закончилась вот такая вот пена Планета Спа, двухфазная. Приходила она мне тоже как какой-то подарок. Безмятежность Прованса с экстрактом французской лаванды и жасмина. Я еще долго думала, что она просроченная, потому что тут и сроки годности. Как бы не айс, она пришла от 2018 года и разделилась на две половинки. Но потом девчонки мне подсказали, что на самом деле она, да, двухфазная. Она дает очень маленькое количество пены. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что у нее срок годности подходит к концу скоро. Запах, в принципе, приятный. Он такой освежающий, тоже чувствую нотки какого-то стирального порошка. Ну и может быть небольшую какую-то шипровую нотку, которая похожа на лаванду. Нет такого классного аромата, как от обычных классических пен Avon, да, который прям по всей ванной разлетается и ты чувствуешь кайф. Здесь такого нет и пены от нее мало, поэтому я бы ее вот за полную стоимость никогда не взяла, девчонки. Следующий продукт, который покажу, это масло для волос. И, девчонки, я вот даже вам не скажу, как оно называется, потому что оно пришло, приходило мне польское. С розовой полосочкой, в общем, да, как бы так можно ориентироваться. Я не знаю, сейчас розовая полоска у нас есть, потому что я повторила покупку и взяла кератин с черной полоской. Мне тоже очень нравится, оно пользуется с удовольствием. И вот это маслице тоже великолепное. Они, мне кажется, все у Avon великолепные. Всегда брала и буду брать. Потому что для убитых кончиков, для сухих кончиков, для секущихся, для ребенка применяют, на длинные волосы, у кого у детей тоже плохо не расчесывается. Это прям спасение. Сколько масел и не смывашек я не пробовала, я всегда возвращаюсь к вот этим вот маслам Avon. Они потрясающие. Еще один продукт Планета Спасияния Востока. Это очищающее средство для лица с экстрактом белого чая. Это умывашка. Умывашка классная. Мне очень понравилось. На лето для жирной, для комбинированной кожи прям вот вообще огонь. Не пересушивает, замечательно очищает, слегка матирует. Ну, не знаю, идеальное. Очень понравилось. Прям вот практически в один ряд ставлю с пенкой для умывания нутроэффект, который все мы тоже очень любим. Хороший гель. Замечательный. Просто кто не пробовал, очень советую. Он часто у нас мелькает. Сейчас в последнее время в распродажах. Классный, изумительный. Один из любимейших продуктов, причем тоже польская маска. Это у меня ни слова по-русски нет. Планета Спа. Это маска с икрой. С черной икрой. Золотистая такая масочка. Очень красивая на лице. И вообще сама по себе она мне безумно нравится, как она работает. Мне кажется, у этой маски тоже два отряда поклонников. Ее либо любят, либо терпеть не могут. Я люблю. И у меня постоянно тюбик или два есть в Сапасе. Вообще маска-пленка это мега удобно. Не нужно ничего смывать. Да, они долго сохнут. Не так, как заявлено на упаковке. Подольше 20 минут в некоторых местах остается такая липкость. И приходится ходить подольше, чтобы все как следует высохло. И снять одним цельным куском. Люблю. Мне нравится, как выглядит лицо после этой маски. Тон выровнен, поры очищены. Оно слегка подтянуто, что ли. Есть небольшой лифтинг эффект. Всегда беру и буду брать. Нравится. Так, ну и все, по-моему. Здесь у меня остались два продукта не Эйвон. Это маска бабушка Агафья. Банька Агафья, да, девчонки? Кому я советовала, уже они прям в полном восторге. Продаются в Ашане, в Атаке. Еще в каком-то магазине я недавно видела. Девчонки, это маска великолепная утреннее. Видео про маски. Там был и Эйвон, и Фаберлик. Я вам ссылочку в инфобоксе тогда оставлю. Я прям ее нахвалила. Я вам всегда ее нахваливаю, когда показываю. Вот так она выглядит. Экспресс маска для лица. Освежающая именно, потому что их много разновидностей. Это классная утренняя маска, которая сгоняет отеки, подтягивает ваш личико, выравнивает цвет лица, делает его свежим, даже несмотря на то, что вы плохо спали, допустим, ночью. И кофейный скраб из фикса. Закончился. Тоже брала и буду брать. Обожаю. Девчонки, это, во-первых, блаженство для кофеманов. Он потрясающе пахнет. Натуральный запах кофе. И там действительно он есть. Такой коричневый с большим количеством вкраплений. Идеально скрабирует, отшлифовывает. Прямо практически пилинг-эффект на вашей коже. Кто не пробовал, советую вам увидеть. В фиксах вообще все скрабы из фитокосметики великолепные. Но вот этот кофейный, он вообще потрясающий. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот и все мои пустые баночки за этот месяц. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока.